ну и так девочки и мальчики привет я поменяла дислокацию дислокацию это мы находимся на второй нашей квартире на другой квартире вот вот это все сделано муж своими руками у нас здесь аквариум 150 литров вот это мы ему подарили когда мне нужно было исполнилось 45 лет сделай такой подарок потому что он очень любит рыбок причем любит маленьких рыбок видите он не любит большие вот это тоже сделано все руками вот и вот это вот тоже сделано его руками вот этот вот каменчик так что такие у нас здесь ремонт в этой квартире сейчас поэтому немножко все сумбурно показываю только маленькие фрагменты потому что мы здесь у нас здесь перестройка мы сюда приезжая приходим на выходные буду готовить здесь покажу что буду готовить то что мы только на выходных в маленькие маленькой кастрюльки буду готовить и вот посмотрите на этих рыбок вот там вот там тоже лежит затонувший корабль вот рыбки плавают не любим большие рыбы маленькие только ну и вот это все он делал своими руками так что наслаждайтесь итак я сейчас буду делать гороховый суп с беконом предварительно я уже нахожусь на своей второй квартире вот предварительно я замочила горох мне понадобится половинка сюда половинка достаточно лука три картошины у меня здесь сухая морковка хотя свежая морковка не возбраняется именно лучше просто я в таких здесь всегда только на выходных поэтому что у нас тут есть у меня здесь замороженная зелень о их замороженная засушенная зелень здесь у меня укроп здесь у меня сельдерей и здесь у меня петрушечка и хит сезона наш бекончик он должен быть копчененький просто копчености должны у меня сыр копченый вот здесь вот 150 грамм на вот такую кастрюльку вот моя кастрюлька обожаю эту кастрюлю потому что она у меня финская с двойным как бы здесь толстые стеночки вот это не нагревается в общем моя любимая кастрюлька здесь ну что приступаем сейчас я буду отваривать горох положу в кастрюльку и буду отваривать горох дальше продолжаем готовить я порезала бекончик вот это на такие вот небольшие кусочки порезала лук лук порезала кубиком сейчас я буду обжаривать на растительном масле бекончик и к нему добавлю лучок значит кто делает сырой морковкой также натрите сырую морковку на терке и точно так же будете обжаривать это все вместе значит сначала я кидаю бекончик а потом добавляю туда лук и морковку у кого есть морковка и так вот уже говорится горох горох я добавил лавровый листик добавила туда перчик и лавровый листик а в это время вот уже на сковородочке у меня жарится бекончик обжариваю чуть-чуть обжарится я добавлю туда лук и еще раз повторяю того морковка сырую морковку у меня морковка сушеная дальше значит начинает уже закипать потихонечку гороховый горох вот видите вот это вот значит здесь тоже уже хорошо обжаривать обжарилась у нас бекончик сучку тут сильно не надо тут тоже нельзя чтобы она пережарилась значит вот это вот накипь я снимаю и кидаю сюда сюда кидаю бекончик это очень очень полезная штука хорошая и она как бы даже чуть-чуть подтушивается я вот эту накипь она нормально я ее не нормально здесь подтушивается вместе с бекончиком так значит когда горошек будет почти практически готов уже считаете что он готов будет до туда закидываем картошку картошку надо кубиками порезать вот она плавает у меня сухая морковочка вот она плавает у меня сухая морковочка вот она картошка сейчас будем ждать пока это все сварится этим временем у меня уже пожарился бекончик с луком ждет момента когда он попасть вот в эту кастрюльку ждем и так я сюда уже положила бекончик вот видите сухую зелень положила все уже тут практически все готово смотрите какой получается суп на варится и очень вкусный еще 10 минут он поварится сюда идет уже полностью полностью до готовности и этот супчик будет объедение попробуйте так сделать я думаю ваши домашние другого больше не захотят да и ну имейте ввиду что бекончик должен быть конечно копчененький и бекончик безусловно должен быть вкусный потому что вкус этому придает вот они сейчас все подружатся здесь все ингредиенты и будет все готово приятного аппетита красота запах великолепный ну попробуйте это еще не был такого человека которому этот рецепт не понравился все приятного всем аппетита ставьте лайки пишите свои комментарии с чем кстати вы делаете гороховый суп на на традиционно с ребрышками там и так далее но все таки мне интересно у каждой хозяйки все равно свои какие-то маленькие секретики которые мне тоже очень очень интересно все до свидания всем привет вот собралась сделать баклажанчики закусочку уже отварила в подсолонной воде баклажаны почистила их вот и будем делать дальше в принципе рецепт вы весь знаете повторение матч учения как говорится вот а сын тем временем сделал великолепную просто великолепную ряженку вот и у нас тут видите какой шикарная жирность в ряженке так что будем делать тут еще он один кадр ходит так продолжаем делать нашу закусочку я уже положила сюда три зубчика чеснока сюда мелко такой его порезала и сюда положила значит дальше сюда нужно налить соус который мы уже сделали значит здесь 60 миллилитров подсолнечного масла без запаха здесь одна столовая ложка сахара и одна чайная ложка соли и 25 миллилитров 9 процентов уксуса заливаем заливаем нашу закусочку полностью вот так это все вот это все попало тоже туда это все отправляем и отправляем туда вот такой вот лучок красненький я предпочитаю красный лук до отправлю и все это вот так вот тщательно перемешаем значит сюда еще можно добавить душистый перец лавровый листик обычный перец вот и все это ставим на сутки на 6 часов даже ставим в холодильник и наша закусочка готова приятного аппетита